Обычно, когда в электронной танцевальной музыке звучит прямо классный хитовый электрогитарный риф, то это значит, что он взят из какой-то настоящей рок-элементал-песни. Но иногда бывает иначе. И сегодня я поговорю о замечательном рифе из песни группы Scooter 97-го года, который не является сэмплом и, судя по всему, сочинён за мной группой. Это риф из песни Fire. Сначала разберём, из чего он вообще состоит. Можете поставить видео на паузу и попробовать подобрать его на гитаре, а потом сверимся, у кого что получилось. Первая половина рифа основана вот на такой фразе. Вначале здесь звучат четыре короткие ноты ля, сыгранные с палмьютом. Скорее всего, на открытой струне ля. Если вы так и услышали, круто. Если у вас вместо этого квинта ля, или пауэр-ракорд ля, сыгранный с палмьютом, не совсем верно, но приемлемо. Звучит достаточно похоже, но если так играть, то вы неоправданно усложняете себе жизнь. Особенно учитывая, что после этой ноты ля нужно будет перейти на следующую часть. И если это у вас открытая ля, то левая рука в ней вообще не участвует, поэтому легко сразу зажать следующие интервалы. А если вы играете аккорд или квинту ля, значит вам придётся из того места, где вы играете левой, прыгать куда-то дальше. И если у вас нет палмьюта, это совсем плохо, потому что вместо ритмичного джи-джи-джи получается каша, и риф разваливается. Дальше идут две кварты. На пятом и седьмом ладу третьей и четвёртой струны. Соль до, потом ля ре. Если вы так и услышали, классно. Если у вас вместо этого квинты-доры или пауэр-аккорды-доры, то в принципе годится, звучит очень похоже. Но опять же, во-первых, будет звучать чуть более тяжеловесно. Во-вторых, опять же, усложняет игру. Потому что две кварты играются без сменной позиции. Тут указательный палец, а тут добавляется ещё два или один средний. А с квинтами или пауэр-аккордами в любом случае придётся делать переход с одной позиции в другую. Скользить с третьего лада на пятый. А это возня и скольжение через промежуточные ноты. Которые, даже если сделать очень быстро, всё равно будут звучать не так чётко, как кварты, которые можно мгновенно сменить одна на другую. Вообще, этот ход, где применяется открытая грушёная ля и две кварты соль до и ля ре на пятом и седьмом ладу, очень популярен в старом роке и металле. Я вспомнил несколько рифов, где он есть. И вот совсем уже похожая на фая песня Hit the Lights в металлике. Поэтому, если вы знакомы с хард-роком, хэви-металом, трэш-металом, то у скутера этот ход сразу узнаётся. Во второй половине рифа звучат два интервала. Терция соль си и кварта соль до. Это очень важная часть рифа, которая даёт ему мелодичность и в подборе которой делается больше всего ошибок. Итак, если вы услышали именно эти интервалы, соль си и соль до, а потом снова соль си, и прекрасно. Если услышали какие-то кварты или квинты, мы скоро увидим несколько примеров, то, увы, в песне не так. А если вместо соль си вы где-то сыграли фа диез си, то это совсем криминал, потому что, во-первых, ноты фа диез нету в тональности песни, а песня вся в тональности ля минор, а во-вторых, её нет в самой песне. Поэтому эта нота и этот интервал звучит прямо резко мимо. Если вам при подборе пришёл в голову этот вариант, это окей. Но если после этого вы попробовали его сыграть, послушали, сравнили с оригиналом и решили «О, звучит так же, всё норм, так и оставим», то либо вы очень поспешили, либо ваш музыкальный слух ещё на самых первых стадиях развития. Ничего страшного, все там были. Теперь два менее заметных нюанса для самых внимательных. В первой половине рифа так и хочется просто повторить фразу два раза, вот так. Но если прислушаться, то перед вторым повтором есть ещё одна глушённая нота на слабую долю. Вот она. Пока оставим вопрос, что это за нота. А во второй половине важные интервалы, о которых мы говорили, играются не просто так вот, а с глушённой нотой в промежутках между ними. И в том и в другом случае, я думал, что эта глушённая нота – это открытая ля, и риф в целом играется вот так. Но если замедлить партию и послушать внимательно, то оказывается, что это не ля, а соль на тон ниже. Есть две причины, по которым я ошибался про эти ноты. Первая – без замедления эти ноты расслышать нелегко. Вторая – они неудобно играются на гитаре, особенно вот эта первая соль. Сложно вставить её в темпе, чётко, заглушая всё ненужное. Ну, потому что, например, нужно прыгать с седьмого лада на третью обратно очень резко, а потом переходить с прижатой соль обратно на открытую ля. Во втором такте ещё можно справиться, хотя сложнее, чем было бы с открытой ля. Приходится прыгать ещё на одну струну дальше, при этом не задевать пятую. Но в первом такте совсем тяжело. Как же она была сыграна в оригинале? Подумаем об этом позже. А пока поговорим о более практичной задаче, как максимально похоже сыграть на гитаре тот риф, который мы слышим на альбоме. Вот такой вариант выглядит максимально похожим на запись, но я не вижу, как его можно было бы реалистично сыграть на гитаре. Поэтому, если бы я стал играть эту песню вживую, а я как-то играл её с одной кавер-группой, то играл бы так. Вот эту нотку в первом такте сыграем как ля, что гораздо проще, а звучит практически так же. Главное, что сохраняется ритм оригинала. А здесь бы я сыграл или ля, или глушённые ноты. Можно, в принципе, заморочиться и сыграть соль. Мне стало любопытно, а как же всё-таки правильно играть этот риф? Наверняка есть уже где-то хорошо подобранная версия. Я погуглил, изумился, ещё погуглил и обнаружил удивительную вещь. Песне 26 лет, она популярная, её до сих пор переигрывают. И при этом на весь интернет ни одной правильной табулатуры, ни одного правильного разбора и почти ни одного правильного кавера. Когда я говорю правильно, я имею в виду хотя бы максимально близкие к моей компромиссной версии. Я уж не говорю про абсолютно правильный подбор, который бы учитывал нижнюю соль и показывал, как можно было бы её удобно сыграть. Такого вообще нигде нет. Давайте посмотрим на разные подборы и каверы, которые мне попались. И так как мне очень хочется чего-нибудь посчитать, я буду оценивать их в баллах, исходя из того, что мне кажется наиболее важным. Критерии будут такие. Глушённые ля в первом такте. За 4 глушённых ноты даю 2 балла. За глушённые пауэракорды – 1. Если вообще нет глушения, извините. Кварты в первом такте. За правильные кварты даю 2 балла, если вместо них пауэракорды до и ре или квинты до и ре – 1 балл. Интервалы соль си и соль до во втором такте. За правильный вариант даю 3 балла. Это настолько важная часть. За неправильные, но не выпадающие из тональности и гармонически осмысленные – 1 балл. А за вылет из тональности, то есть если появляется кварта или квинта с нотой фа диез – ничего не даю. Дальше идут менее значимые нюансы, поэтому их оцениваю полегче. Это уже бонусные очки для перфекционистов. Нота на слабую долю в первом такте. Ну давайте так. Если она вообще есть, то даю балл. Пускай это даже ля, которая неправильная, но логичная в плане исполнения. Если она есть, и это соль, и автор подбора нашёл вариант, как это можно реально сыграть – дам 10 баллов. Спойлер – никому 10 баллов не достанется. Заполняющие нотки во втором такте. Если они в принципе есть, пускай даже ля, даю балл. Если это соль, даю 2. Начнём с табулатур. На сайте amdm.ru лежит вот такая. Здесь предлагается играть всё одиночными нотами, как будто это басовая партия какая-то. Вообще в песне Fire всю песню бас играет только ноту ля. А вот эта табулатура выглядит так, как будто старательный, но не особо музыкальный басист пытается обыграть настоящую гитарную партию. Непонятно, почему в конце 4 ноты соль. Какой тут предполагается ритм. Если бы было 3, то всё понятно. Вот это вот. Но 4. Если играть по этой табулатуре, то риф звучит вот так. 3 балла. Запомним вот этот замыкающий ход соль до си. Мы с ним ещё встретимся. А вот табулатура сайта GuitarTab. Здесь, наоборот, предлагается играть всё пауэр-аккордами. Вместо грушённых нот ля пауэр-аккорды ля я бы поставил за это балл, но их почему-то ещё 3 штуки, а не 4. Вместо кварт пауэр-аккорды ставлю балл, допустимо. Интервалы во втором такте не подобраны. Вместо них опять это движение соль-соль-соль-до-до-си. Только теперь в виде пауэр-аккордов. И вот тут уже грубая ошибка, потому что в аккорде B5 появляется нота F-A-D-S, вылетает из тональности. Один балл. Табулатура сайта GuitarTab. Первая половина пауэр-аккорды вместо одиночных нот. Ну, будем считать, что глушённые, хотя это не прописано. Пауэр-аккорды вместо кварт. Во второй половине. Наконец-то правильные интервалы, пускай и без дополняющих нот между ними. 4 балла. Табулатура сайта Songster. Ещё одна попытка играть всё пауэр-аккордами. Опять с вылетом из тональности на квинте C. В этой табулатуре хорошо только одно. Автор услышал ноту соль в первом такте. Пускай и написал её как пауэр-аккорд соль. Правда, первый такт совершенно неиграбельный. В темпе песни невозможно с такой скоростью прыгать между пауэр-аккордами в районе вот этой соль. Я сейчас попробую, но... Технические три балла. А по сути, автор вообще пробовал это сыграть. Табулатура с ютуб-канала Guitar Notes Free. Тут вообще ужас. По нотам, эта версия почти полностью совпадает с предыдущим вариантом Songster. А вот в плане того, как эти ноты расположены, полный криминал, который делает и без того неудобную партию совершенно неиграбельной, особенно в первом такте. Вообще, так обычно выглядят партии, которые импортированы из MIDI-файлов в Guitar Pro. И Guitar Pro автоматически для каждой ноты выбирает самую близкую к порожку позицию. Поэтому здесь такое обилие открытых струн, создающее кучу ненужных проблем с глушением. То есть, смотрите, нет никакого смысла играть вот эту часть не так, а вот так. Ноты точно такие же, зато как неудобно сразу. Единственный смысл играть по такой табулатуре, это если у вас на гитаре есть только первые три лада, а дальше нет ни одного. Тогда придется играть так, никуда не денешься. То есть, можно уверенно говорить, что автор этой табулатуры пытался подобрать ноты или импортировал чей-то неверный подбор в Guitar Pro, но к живой гитаре он и близко не подходил. Как ни странно, эта ужасная табулатура в одном месте чуть лучше, чем предыдущая. Потому что в предыдущей, в самом конце, стоит аккорд B5, который состоит из нот C, F, D, C. И F-диез тут не в тональности, это ужасно. А здесь у нас аккорд C, G, C. Который сохраняет интервал G, C во втором такте. Пускай только последний, но хоть что-то. Полтора балла с грехом попало. Теперь посмотрим на каверы. Сначала разных чуваков с YouTube, а потом живые группы. Во-первых, заметим, что он играет в строе на тон ниже. Квинт оля берется на седьмом ладу, а не на пятом, и так далее. Но я покажу это в стандартном строе, чтобы было проще сравнивать. Тем более, открытых струн там нету, поэтому можно просто сдвинуть всего на два лада ниже. Здесь опять вариант на одних квинтах. Два балла, хотя сыграно бодренько и звучит неплохо. С другой стороны, неплохо звучит как раз потому, что он играет под песню. И помимо его гитары, на фоне слышно еще и правильную гитарную партию из оригинала, с правильными интервалами. Наконец-то открытый и глушенный ля в начале. Остальное все сыграно квинтами, но в завершении вместо хода соль до си, который мы уже слышали, вариант соль до соль. Ну что ж, зато выхода из тональности нет. И опять же, хорошо звучит, потому что мы слышим на заднем плане правильную гитару из оригинала. Так бы было не так весело. Четыре балла. Здесь открытый ля, квинты вместо кварт в начале. И наконец-то хоть у кого-то добавленная нотка в первом такте. Пускай это ля, но уже ближе к оригиналу. Тем более соль тут совсем неудобная будет. Во второй половине опять вход соль до си, только уже сыгранный квартами. Увы, опять вылет из тональности с нотой фа диез. Пять баллов. Вот здесь прям хорошо. Хотя интервалы в конце опять неверные, с вылетом из тональности. Зато глушенная ля, кварты, добавочная нота в первом такте. И кажется заполняющая нота в втором такте тоже есть. Целых шесть баллов. Потому что внимание к ритмическим деталям скомпенсировало неверный интервал во втором такте. А вот тут не кавер, а целое обучающее видео с канала Гитаромания. Первый такт очень близко. Открытые ля, кварты на месте. Во втором, увы, опять не то. Опять кварты и ход соль до си. Четыре балла. И прежде чем перейти к кавер-группам, хочется поговорить про любопытное явление, которое мы уже несколько раз встретили. Нам уже несколько раз встретилось, что очень многие слышат в этом рифе ход соль до си. Или одиночными нотами, или квинтами, или квартами. Хотя его там нету. Там два интервала. Так вот, любопытно, что в оригинале у скутера вот здесь и вот здесь интервал один и тот же. Соль-си. Можно даже послушать оригинал. Но при этом многим людям, которые пытаются подрывать партию, вот в этом месте слышится нота соль, или квинта соль ре, или кварта ре соль. А вот здесь слышится нота си, или кварта фа диез си, или квинтов си фа диез. Это напоминает мне всякие оптические иллюзии, когда мы видим движение, которого на самом деле нет, или воспринимаем фигуры одного цвета, как фигуры разного цвета из-за контекста. А тут получается что-то вроде звуковой иллюзии. То есть в реальности звучит два разных интервала. Первый, второй и снова первый. А людям слышится три разных. Мне думается, что причина в том, что вне контекста, да еще и с дисторшеном, интервал соль-си воспринимается как какой-то аккорд соль. Но следующий интервал соль-до слышится как какой-то аккорд до. И то и другое из-за акустических свойств кварта и терции. А вот после этого верхняя нота, которая переходит с до на си, перетягивает на себя внимание. И кажется, что, наверное, эта вся кварта сдвигается вниз. И получаются все эти ходы, типа кварта соль-до в кварту фа диез си. Или еще можно сказать, что в первой половине тракта слышатся скорее нижние ноты из интервалов, а во второй скорее верхние. И в итоге из вот этого простого движения со сменой верхней ноты выделяется более сложный мелодический ход. Хотя на самом деле там в парте нет такого, что вот в этой терции соль-си выделяется соль, а вот в этой си, повторюсь, звучат они совершенно одинаково. Ну вот так устроен наш мозг. Он склонен в любой информации искать какие-то закономерности, паттерны, смыслы, даже если на самом деле их там нет. В данном случае он умудряется услышать мелодию, которой нет. В общем, получается парадоксальная вещь. То есть в парте звучит один и тот же интервал, но здесь люди слышат одно, а здесь другое. Идем дальше. Я нашел несколько видео с группами, которые играют кавер на песню Fire. И хочу их тоже оценить. Сразу скажу, что мы не оцениваем вокал, аранжировку, уровень исполнения, саунд. Меня сейчас интересует только то, насколько правильно подобран гитарный риф. Московская кавер-группа Anasta Boy. Здесь прям хорошо. Все самое важное на месте. Это практически тот вариант, который мне кажется самым оптимальным. Здесь только убраны заполняющие нотки во втором такте. И для играбельности нижняя соль заменена на открытую ля. Но мы уже говорили, что от этого никуда не денешься. 8 баллов. Другая московская кавер-группа Автобан. Здесь практически тот же самый, только без нотки в первом такте. Поэтому 7 баллов. Группа Кютэ Банд. Насколько я понял, эстонская. Здесь все сыграно квинтами. И по-моему, не глушится совсем первая ля. Поэтому всего 1 балл. Если бы не игнорировали глушение, было бы 3. Группа Паркинг из Минска. Сыграно на тон ниже. Кажется, гитарист в трое до пре. Не могу точно разглядеть, что он играет. Но, по-моему, все квинтами. Поэтому 2 балла. И, наконец, киевская группа Морихуана. Здесь вообще каждая нота на месте. Все заполняющие есть. Пускай это ля, а не соль. Поэтому 9 баллов. Теперь можно подбить баллы и составить рейтинг лучших подборов песни Fire. Среди кавер-групп побеждают Морихуана, Она с тобой и Автобан. Среди чуваков с Ютуба. У каверщиков, как видим, результаты выше. И это логично. Ведь действующий музыкант из кавер-команды, как правило, лучше подбирает партии с песен, чем домашний гитарист-любитель. Другое дело, что НР подобрал для себя и идет играть концерт. И, как правило, не будет делать табулатуру и выкладывать куда-то. Может быть, поэтому правильных табулатур на многие песни в интернете не наблюдается. Итак, мы увидели кучу более и менее близких подборов. Но вопрос остается. А как на самом деле с игры на партии? Обычно вопрос решается просто. Нужно глянуть несколько концертных видео и посмотреть, как гитарист играет. Но дело в том, что Скутер это не рок-группа, это электронная группа. И они никогда не играли эту партию вживую. Да, вокалист HP Baxter выходит в этой песне с гитарой. Из нее очень красиво летят искры. Но если присмотреться, то по движениям рук видно, что он не играет на самом деле. А только изображает игру. При этом партия звучит точно так же, как на альбоме, вплоть до саунда и малейших деталей, что уже совсем конкретно указывает на фанеру. Аналогично выглядят все концертники с этой песней, которые мне попадались. Единственное исключение – выступление 2006 года, на котором вокалист, как обычно, изображает игру на гитаре, но есть еще один гитарист, который играет вживую. Правда, он играет другую версию риффа, не такую, как на альбоме. И если бы это был каверщик или чувак с ютуба, то по моим критериям он получил бы 4 балла из-за этой кварты FADSC. Но так как это человек, которого Скутер позвали играть концерт, то с него и спрос другой. Тем более, когда я поруглил еще немножко, оказалось, что это Джеффри Данн, матерый британский металлист, основатель группы Веном, который отыграл со Скутером один тур в 2006. Так что концертные видео нам, увы, не помогут. В большинстве из них живой гитары нет, просто идет альбомная гитара с фонограммы, а на концерте с настоящим гитаристом играется другая версия риффа, не такая, как на альбоме. Поэтому вопрос, как же сыграть именно тот рифф, который был на альбомной версии, остается открытым. Вокалист Скутера HP Baxter играет на гитаре, И судя по тому, как он изображает игру, видно, что он, скорее всего, знает, как играется рифф, он в курсе и про кварты, и про ту самую терцию с Оль Си, которую столько народу не ухватывает. Рик Джордан, который в 1997 году был основным композитором в Скутере, тоже играет на гитаре. На альбоме не указано никаких других гитаристов, так что, судя по всему, партию исполнил кто-то из них. А как именно исполнил? Ну, это уже надо их спрашивать. А пока можно только предполагать. Потому что вот в таком варианте по нотам все идеально, но вот эту нижнюю соль фикс играешь, и непонятно, как именно была записана эта партия, и была ли вообще записана вживую. У меня несколько версий, но все они мне не нравятся. Например, можно подумать про нестандартный строй. Скажем, можно опустить шестую струну в Ре, и тогда эта нижняя соль переезжает с третьего лада на пятый, и ее можно уже взять, не покидая пятой позиции. Но все равно получается не очень удобно. Прыжок медиатором с третьей и четвертой струны на шестую. Потом открытая пятая, после прижатой шестой. Не очень удобно, особенно в полном темпе. И второй такт, не такой удобный, как в стандартном строе. Приходится прижимать пятую большим пальцем. Еще можно понизить пятую струну в соль, тогда получается вот так. Второй такт совсем удобный, но в первом придется на квартах скользить выше по грифу, а потом быстро прыгать обратно на второй лад. Аля теперь не открытая, а на втором ладу она прям так и просится быть открытой. Так что очень сомневаюсь в этом варианте. Но в принципе, оба эти варианта, если наловчиться, вполне можно сыграть. Особенно если учитывать, что песня не предполагалась играть вживую. Нужно было просто записать эти два такта, потом скопировать, ставить. Так что можно было и помучиться. Кстати, насчет скопировать, ставить. Еще ведь есть вариант просто нарезать риф из отдельных нот или отдельных частей и сделать как удобно. Я попробовал сделать что-то подобное. Сначала я записал вот эту фразу один раз, потому что здесь можно просто скопировать, ставить. Потом все интервалы по отдельности. Причем я мог бы записать их вообще две штуки, но решил все-таки записать шесть. Потому что мне кажется, что партия будет звучать более естественно, если они будут чуть-чуть разные, чем если они будут просто скопированы из двух. И потом я записал несколько раз вот эту нижнюю суть, чтобы потом было из чего выбрать, какая лучше подойдет. После чего я несколько минут помонтировал и получилось вот так. Кажется неплохо. Еще одна версия, которая у меня была. Может быть это вообще синтезатор или какие-то сэмплы, опять же, из которых нарезана правильная партия или сыграно, а потом пропущенный через перегруженный гитарный комбик, то может дать вполне реалистичный результат. Я попробовал сделать это во Fruity Loops. Взял вот такую штуку. Пропустил ее через плагин. Звучит, конечно, стрёмно, но если поработать над звуком и подобрать более реалистичный сэмпл гитары, то, может быть получилось бы что-то такое, как у скутера. Я в этой версии сомневаюсь, прежде всего из-за вот этой части и с четырьмя нотами. Потому что если бы это был синтезатор, эти четыре ноты звучали бы абсолютно одинаково и звучало бы это неправдоподобно. Это сразу звучит не как живой гитарист, а как какой-то робот. У живого гитариста ноты чуть-чуть, немножечко разные, они различаются по атаке, по тембру. Поэтому мы слышим, что это человек играет. А когда они все абсолютно одинаковые, сразу все не то. В общем, вопрос о том, как именно была сыграна партия на альбоме, остается открытым. Ответ на него знает HP Baxter, или Rick Jordan, или звукоинженер, который работал над записью. Если же перед нами стоит задача наиболее близко к оригиналу, пусть и с некоторыми компромиссами, сыграть рифф из песни Fire, то, по-моему, лучше это делать так или вот так. Если у кого-то есть идеи насчет того, как же все-таки сыграть этот исходный рифф, с удовольствием их послушаю. Субтитры создавал DimaTorzok